привет и нелпер в прошлом видео я говорил тебе о том что если тебе в себе что-то не нравится ты можешь либо это изменить либо это принять как есть и прошлое видео было посвящено принятию ну а в этом видео мы поговорим о том как меняться как можно что-то изменить в себе и в своей жизни на мой взгляд на мой субъективный взгляд для того чтобы что-то изменить нужно научиться чему-то новому. И давай для начала поговорим о понятии обучения. Для нас, к сожалению, так сложилось, что мы в слово обучение закладываем какую-то среднестатистическую модель, что мы где-то чему-то учимся на курсах, в школе, в университетах, сидим, что-то изучаем, читаем, поглощаем материал. Но на самом деле, если говорить на языке психологии, то обучение это несколько иной процесс. Обучение это приобретение новых знаний, новых навыков, новых умений. И я хочу с тобой поговорить именно об этом процессе. Смотри, для того, чтобы нам измениться, нужно научиться чему-то новому. А для того, чтобы научиться чему-то новому, нужно потратить на это какое-то время. А многие люди, к сожалению, не хотят тратить много времени на свои изменения. А очень зря. Ведь мы учимся каждый день. Мы учимся постоянно. Ну, есть, конечно, люди такие деревянные, я их называю на самом деле деревянными, которые никогда ничему не учатся и живут в своей парадигме постоянно. Но такие люди обречены на деградацию. Я надеюсь, что если ты смотришь это видео и являешься подписчиком моего канала, то у тебя есть стремление к саморазвитию. И я сейчас расскажу тебе небольшой пример, который случился со мной совершенно недавно. Я гулял возле своего дома по парку. И там такой стадион, школьный стадион, красивый, с травкой. И там было двое детей. Мальчик и девочка. Мальчику, ну, на вид, лет семь. А девочке годика четыре. И у них был такой игрушечный самолетик, который, знаешь, так нужно размахнуться, запустить. И он так классно летает, парирует. Не знаю, с чего он сделан из пенопласта, наверное. Но суть не в этом. Суть в том, что был самолетик у мальчика и был самолетик у девочки. И мальчик запускал очень хорошо этот самолетик. У него прям получалось. Он далеко летел, высоко, классно планировал и все такое. А у девочки получалось так, что она как-то брала, бросала его и он сразу падал. У нее не получалось. И мне было очень любопытно и приятно наблюдать за тем, как, я так понял, что это были сестра и брат, как этот мальчик обучал свою сестричку запускать самолет. Он ей показывал, как нужно взять самолет, как нужно размахнуться рукой, как нужно завести руку, как в какой момент отпустить. И он прямо становился вместе с ней это делал. Брал и делал, брал и делал. И я был поражен терпением этого мальчика, потому что у девочки из раза в раз не получалось. Ты знаешь, я наблюдал много подобных случаев, когда родители обучают детей и когда у детей сразу не получается с первого раза, они начинают этих детей гнобить, ругать, говорить, что они ни на что не способны. И знаешь, этот мальчик, он тоже мог начать говорить своей сестре, что она ни на что не способна, что она растяпа и все такое. Но он просто каждый раз, когда у нее не получалось запустить самолетик, он ей показывал какое-то новое, более усовершенствованное движение. И это просто великий дар иметь такого брата. Но давай мы с тобой поговорим вот о чем. Дело в том, что мы сами как обучаемся, мы хотим сразу приобретать мгновенные знания. И у нас это не всегда получается. И мы можем себя гнобить, уничтожать, ругать, если у нас не получается сделать что-то очень быстро. Если мы не можем запустить самолетик с первого раза. Если мы не можем записать хорошее видео с первого раза. Если мы не можем заработать много денег с первого раза. Мы начинаем, наш внутренний родитель начинает нас очень сильно обесценивать и очень сильно ругать. Конечно же из позитивного намерения. Конечно же мы думаем, что если мы себя так погнобим, мы так себя поругаем, то мы можем научиться чему-то. То есть у нас появится мотивация. Но как правило в таких случаях мотивация не появляется вот ни разу совсем. И я тебе рекомендую, когда ты пробуешь что-то новое, когда ты вспоминаешь, что тебе нужно обучиться чему-то новому, не ругать себя за неудачные попытки. Потому что большинство людей, я это говорю не просто так наблюдая за людьми, а много людей, с которых я в частности консультирую, они очень быстро опускают руки, потому что они не дают себе время на научение. И внутренняя стратегия обучения у них построена не очень хорошо. То есть как только если несколько попыток оказались провальными, они начинают себя ругать. Они начинают обесценивать. Они начинают просто себя морально уничтожать. Вспоминай этого мальчика, который из раза в раз подходил к этой маленькой девочке и из раза в раз терпеливо дополнял, 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 улучшал движение. Ты можешь делать то же самое. Если говорить про обучение, то процесс обучения это не только читать книжки, это не только смотреть образовательные видео, как эти. Это не только учиться в университете, учиться на курсах, это не только, не знаю, ходить в школу. Обучение это все, что вокруг нас. Если ты общаешься со своим мужем, со своей женой, со своими детьми, и у тебя не складываются с ними отношения, ты как-то не так реагируешь. У тебя уже есть привычный способ реагирования. Ведь наши реакции это тоже обучение. Попробуй один раз отреагировать не так. А знаешь, как обычно получается у людей? Они пробуют, отреагировать по-другому. У них не получилось, сработал старый привычный паттерн. И они опускают руки. Они начинают себя гнобить и думать, что я лучше разрушу эти отношения, но не буду учиться реагировать на какие-то вещи по-другому. Это тупиковый путь, это деградация. А на самом деле ты можешь разрешить себе учиться постепенно. Теория маленьких шагов. Ты сделал попытку, посмотрел, что получилось, дал сам себе обратную связь, дальше чуть-чуть больше улучшил. То же самое происходит с формированием любой привычки. Потому что любой привычке мы обучаемся. Любой привычке нам нужно дать время, чтобы она в нас встроилась. Привычка любая. Изучать английский язык, читать книги, зарабатывать деньги, строить отношения. Это все научение. И если ты научишься и дашь себе такую возможность учиться не моментально, а последовательно, то у тебя будет очень хороший прогресс. Ну представь, если дать велосипед человеку, который ни разу на нем не катался. Он один раз на нем попробует прокатиться, у него сразу не получится. И взять его за это все обругать, обесценить, обозвать, сказать, что он ни на что не способен. Будет ли у него желание и мотивация учиться новому? А теперь подумай, как ты учишься? Как ты внедряешь у себя в жизни новые привычки? Как ты поступаешь с собой? Обрати внимание на свой внутренний диалог. Что ты сам себе говоришь, когда у тебя что-то не получилось? Ты говоришь, окей, парень, у тебя не очень хорошо получилось, в следующий раз получится лучше. Или ты говоришь, вот я дерьмо, вот я ни на что не способный человек там, тварь дрожащая. Обрати внимание на внутренний диалог во время каких-то небольших неудач. Это прям очень важно. Потому что когда ты сам себя называешь каким-то не очень хорошим словом, то ты разрушаешь свою внутреннюю мотивацию. Кому это нужно? А потом ты ходишь по интернету, ищешь и видео подобные этому для того, чтобы найти мотивацию, для того, чтобы тебя кто-то вдохновил. Да всем на тебя наплевать на самом деле в этом мире. Если ты будешь себя гнобить, если ты не разрешишь себе учиться поступательно, по шагам, медленно и замечать медленный прогресс, то тогда ничего хорошего в этой жизни у тебя не будет. Я не хочу, чтобы это звучало как самозбывающее пророчество, поэтому я уверен, что у тебя все получится. Разреши себе учиться всему в этой жизни постепенно, по шагам. Одна попытка, неудача, рефлексия, дал обратную связь, сказал, в следующий раз я сделаю лучше, в следующий раз у меня лучше получится. Итак, пошел дальше. Это была передача «Утренняя раскачка». До скорых встреч. Пока-пока.